Знаете, в некоторых случаях я очень сильно люблю, ну и ненавижу то, чем я занимаюсь. Знаете, почему я сильно очень люблю то, чем я занимаюсь? Во-первых, мне нравится, когда я вам показываю свои удивительные факты. А чем я не совсем люблю? То, что в погоде за телевизионными сигналами мы начинаем работать на того, кто нам эти телевизионные сигналы выдаёт. Вы не думаете, что это вам выдают телевизионные сигналы по качеству и по количеству звучания отдельной телевизионной компании? Нет, 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 нет. По сути событий нами рулят те, кто продают телевизоры. Вах! Да, конечно. То есть раньше нормальный телевизор вполне спокойно и чётко работали, и они продолжают спокойно и чётко работать и сейчас. И я бы, конечно, стал бы использовать тот самый формат 3х4, который я работал раньше. Но сегодня, сейчас, вау, 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 надо стало немножко побольше вам показать. Почему-то нужно было делать, тоже не въезжаю. Хотя, в принципе, вам же нужно то самое качественное и умное сюжетное линия. Ну, может быть, кому-то нам, может быть, кому-то нет, не знаю событий. Но, тем не менее, что сейчас произошло. Так вот, я сейчас ничего не буду говорить, но я благодарен своей стране. Знаете, почему? Мы не будем говорить, что мы имеем огромное количество нефти. Нет, мы не имеем огромное количество нефти. Мы не можем не говорить, что за этой нефтью и за этим газом нам надо ехать прямо вот рядышком. И сейчас оно здесь прямо находится. Нет, дорогие мои, у нас пространство... Ой, мы на Южном Урале находимся. Я вот толком не знаю, откуда у нас газ-то появился. Но сейчас про газ я чуть позже расскажу. Хотя, с другой стороны, когда мне начинают говорить, что ваши газовые станции столкнутся с каким-то перенапряжением и мощность не будет высасываться, я еще раз говорю, да, по-моему, все это бред сивой кобылы. Я только что недавно посмотрел на вокзале. Прямо на вокзале. Есть газовый такой распределитель, стандартный газовый распределитель, из него просто газ качается, и потом этим газом, метаном заправляются ваши волны. То есть, мне кажется, что кто-то где-то начал на кому-то по ушам проезжать. И четко они этим газом вешают всем по ушам. Хотя, по сути событий, вы берете этот газ, не спеша закачиваете и потом продаете. Хорошо я вам по ушам проехал. Так же и мне проехали по ушам. Ну да ладно, я это вам продемонстрировал. Что мне понравилось вообще в пройде свои, а то, что... То, что сейчас покажу. Это вообще красиво и ровно. Не так-то давно. К слову о том, что мне и когда это все дело-то получилось. Как бы вам сказать, то, чем мы занимаемся, то, чем я занимаюсь, то, чем занимаются мои лучшие друзья, да-да-да, сейчас не торопимся, вот, это мы жили в ту самую эпоху перемен. Я недавно посмотрел... Сегодня буквально... Вау, чем мне интернета стал интересен? Да, сейчас дальше объясню. Я сегодня увидел, сколько мы выпускали и катушечных, и кассетных магнитофонов. В свое-то время это было вообще просто... Мы даже не знали, что оказывается мы столько их выпускали. Вау! Я бы просто удивлен, сколько мы больших бобинных... Я был тоже реально удивлен. И это мы производили. Почему-то его не было здесь сегодня и сейчас. Это был вопрос немножко другой. Ну да ладно. То есть понятно, да? Это дает нам возможность интернет. Возможность интернета нам еще сегодня не показывает и говорит. Вот, на том компьютере я посмотрел. Я вбил такой небольшой вариант, чисто так ради прикола. Мне было просто интересно. Я хотел бы узнать о количестве геймеров. И вы знаете, Россия, ну и стоять страны, ЦИС, в смысле Союзского Союза, находится на третьем месте! На третьем месте! Мы даже Америку сдергали. Америка на четвертом месте находится. Перед нами, конечно же, это у нас Китай, который работает в два раза больше, чем мы. Чуть-чуть приобретает нас Индия. Ну, может быть. А после нас на большем месте, чем Индия перед нами, находится в Соединенных Штатах Америки. То есть давайте определимся, для кого эти все игрушки. По сути события для, ну, грубо говоря, договорились. Этих стран примерно 10, а все остальные как бы не в том количестве. Да и вообще игрушки им, наверное, не нужны, потому что у них есть другие ценности. А мы вот играем в игрушки. И, наверное, после этого мы говорим, что давайте все войти, пойдем туда. Ну, да не том суть событий, то. То бишь мы на третьем месте. О, возникает другой вариант. Я внезапно просто мне было делать нечего. Я знаю те игры, которые я хочу играть. Погодите-ка. Не торопимся. Все, вот уже пошло. То бишь вы должны понимать, что существует такое дивное событие, да? То бишь, как бы вам сказать. Если вы обратите внимание, там написано World of Tanks. То есть это на Wargaming нет. Правильно? Ну, правильно же, да? За мной грузится мир танков. Сейчас я немножко раскрою. Ну, давай, поднимайся. Ну, поднимайся. Ну, что ты? Ну, что ты? Ну, поднимайся. Мир танков, да? То бишь, я не знаю, что там случилось с этим миром танков. Да и вообще. Может, у людей там в Белоруссии что-то с головой бабахнуло. Хотя, то, что там с головой бабахнуло, это мне не в первый раз-то это всем доказывать. А сейчас он загрузится. Не торопитесь. Вот я вообще не понимаю, о чем идет речь. То бишь, давайте все-таки определимся. Давайте все-таки определимся. Товарищи белорусы. Вы неужели не понимаете, что Россия сильна своим оружием? Советский Союз был силен своим оружием. Да, 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 да. Я вам еще раз говорю, да вы хотя бы, ну хотя бы, но будьте с умом, товарищи, кто эти танки строил. Обратитесь, обратитесь, подумайте, кто выиграл Вторую мировую войну. Так вот, Вторую мировую войну выиграли наши солдаты, которые ездили на наших танках. То есть, на втором месте, возможно, это была Германия, фашистская тогда еще. Ненавижу Вторую мировую. Я бы, конечно, вот этих товарищей, кто это устроил бы, сейчас бы просто избил бы до него, может, и, наверное, прибил бы. Потому что они убили моего прадеда. Это было очень плохо. В общем, я ненавижу войну, как такова она есть. Но я говорю, что если бы не Магнитогорск, если бы не отечественное танкостроение, если бы не наши умные и качественные, и бесконечно любимые человечки Советского Союза, мы не будем никого делить. Все работали. Это была всенародная победа. Так все-таки давайте определимся, у кого какие танки есть. И у кого такие танки есть? Это на первом месте, конечно же, Россия. Но каким? Лядом. Вы там всякой бели-бердой сможете совать то, что российские танки разнесли бы в пух и прах. Это уже отдельная тема. Я не буду говорить. Я просто еще раз говорю для тех, кто не понимает своей головой. Ну, понимать надо ее. Ну, да ладно, не в том суть события. И вот у них внезапно бездекнуло. То, что сейчас случается, я про эти вещи знал достаточно давно. Но, скорее всего, передо мной был товарищ, тот товарищ, который двинул нашего президента куда нужно. Он это уже в 93-м году сказал. Я не буду говорить, что я сверху, нет, да я далеко не сверху, но я просто живу в этой стране. Я точно знал, что это произойдет. Потому что Украина шла таким же путем, как и идет Грузия. А кому-то нравится вообще. Вам, хохлам, что? В смысле, вам, тем, кто живет на Украине, там живут и русские, там живут и белорусы, там живут все, и молдаване в том числе. Вот, может быть, части болгар, это тоже из моей части. Я не буду говорить про евреев. Все живут на Украине. Украина вообще, как начало существовалось, в смысле, как украинцами назвали людей с Малороссии, знаете, когда? Я объясню, когда. Их назвали в 1895 году. До этого не было никакой Украины. Не было ничего. Ну, не было ничего. Вы там о чем думаете? Не, я, конечно, все понимаю, что вам сильно-сильно захотелось куда-то ехать. Ну, возможно, да. Ну, просто в свое-то время кое-что я видел, и я сейчас не думал, что вам бы сильно-сильно захотелось этим делом заниматься в других местах. Как бы вам сказать то, даже невзирая на то, что случилось, западные, западенские жители Германии говорят, а зачем нам нужно было объединение с восточной Германией, непонятно. До этого там жилось вообще красиво и ровно. А после того, когда все это дело открылось, то есть хлынул народ низкоквалифицированных специалистов. Мы не будем говорить, что в Советском Союзе были низкоквалифицированные специалисты. Нет, далеко нет. Но вот те, кто решил туда вольнуть, гораздо проще было жить раньше. Ну, с другой стороны, вы это сделали. А мы постараемся сделать так, чтобы все было абсолютно нормально, ровно и красиво. мы не противники Советский Союз, мы жители России, никогда не были противниками ни прибалтов, ни латышей, ни эстонцев. У нас по жизни мы были мультифункциональной нацией с частью того, что в Советском Союзе не было подразделения на нации. Мы жили в одной стране. Все то же самое и осталось. Алло, гараж, алло, вы идиоты? Ну, так подумайте сами. Мы никогда никого не ущемляли. Этого не было в природе своей. Ну, некоторые товарищи меня ущемляют. Ну, да ладно, это же их не проблема. То бишь, и вы туда решили поехать. И для этого вы взяли эту хрень и распилили. Ну, понятное дело, что вы забрали мир танков туда, туда. Но я вам сегодня говорю, ребят, первоначально вернитесь на какие-то... Там ничего сложного нет, метку передергивайте наверх. Сколько человек во всем мире играет? Сколько человек во всем мире играет? Ну, мы на третьем месте, говорю, что... То бишь, вы вернули типа Леста Геймс нас забери. Леста Геймс нас забери. Что устроила нам дивная Леста Геймс? Да, вот я недавно хотел бы вам сейчас покатать, да, наверное, чуть попозже покажу. То бишь, раньше можно было в World of Tanks спокойненько зарабатывать деньги на технике до пятого уровня. То есть, до пятого уровня ты спокойненько работал и всегда знал, что эта техника тебе принесет деньги. Но вы кому отдали? Вау! Вы отдали все это дело москалям. Я не противник самой Москвы, я противник Москвы. по сути событий это очень жадный, просто жадный дадене город. Жаднее его ничего в стране не бывает. Москари, в смысле, москвичи, они просто тусят, когда им даешь возможность. Ну и это туснячья шняга придумала следующий, макаром. То есть, единственное, на что вы сейчас можете заработать деньги в мире танков, это первая структура. На первой технике, потому что они же не могут ничего сказать. Они хотят ваши деньги поиметь. Вау! Это хорошо! Ведь мы же забрали ту игру, которая должна быть в топе. В каком топе, господа? В каком она топе? Алло! Алло! Если мы будем говорить про Соединенные Штаты Америки, то они как бы ниже, чем Россия в компьютерных играх-то занимаются. Это какой топ? Топ это, по сути, три страны. Ну хорошо, допустим, добавим туда Соединенные Штаты Америки. Четыреста. А все остальное, даже если брать все это дело вместе, все остальное это мизерная часть по сравнению с тем, сколько люди играют. При этом мы на третьем месте. При этом Индия от нас не сильно это намного и отстала. Вот и Китай, конечно, нарулит. Базара нет. Поэтому вы просто обманули? Ну ладно, хорошо, вы их обманули. Что вы для себя сделали? Отдали им. Но давайте все-таки определимся, что русский человек он очень-очень умный человек, реально. И когда я играю сейчас на первой стадии развития, то есть у меня даже танк первого поколения вообще очень крутой сейчас стал навороченный. Вау! Прежде чем купить что-то, мне приходится очень много на первом поколении это вот я знаю те вещи, которые не буду рассказывать, но я занимаюсь. Вот и на ней играю. Что касается этой игры, ну зачем вы ее отвязали от рублевого эквивалента, я что-то вообще не понимаю. А вы решили думать о том, что вау, на западе вы там зерготати больше, trust me, there is not yet. То есть поверьте мне, это не правда. Там людей, столько не играющих в компьютер, возможно у них мысли немножко другие. Почему нет? Но мысли у них немножко другие, они не играют в том количестве в компьютер. И вот вы сейчас поняли, о чем идет речь. То есть если я загружаю здесь первое, и он у меня грузится очень быстро, сейчас, давайте попробуем. Сейчас. Вот смотрите, здесь я сейчас поставлю первое. Это вы сами поймете, о чем идет отчет у нас. МС-1 и в бой. Вот. А здесь также поставлю МС-1 и пускаю в бой. Не буду сейчас ничего играть. Сейчас вы посмотрите, то есть по моменту переключения либо это World of Tanks, в котором люди ну не так уж играют, либо это допустим мир танков. Ну, ради прикола. Хотя в принципе я сегодня вижу, что как бы ну народ не так в том количестве играет в танки, хотя сейчас я уже вижу количество людей как минимум в два раза больше на российском предприятии, которое в Леста Геймс находится. То есть вы поймете, о чем идет речь, да? То есть именно для этого нужен сам интернет, именно для этого вы должны понять, что ребята эти сведения это просто открытое пространство для вашего для вашей мыслительной деятельности. Просто задайте вопрос и получаете ответ. Но ничего же сложного нету. Просто задали и получили те самые мысли вслух. К сожалению, к сожалению, да, я не сильно хочу пожалуйста, тут уже компьютер включился. это еще висит, не торопитесь. Я не собираюсь сейчас играть, вы должны понимать. Я это сделал очень быстро. Кстати, на этом первом месте я включил. Помните, да? Первое место это был World of Tanks. На втором месте это был уже Мир танков. Ну, чтобы это было понятно, и пока он побеседует, пока меня там убьют, пока в конце концов это дело загрузится, потому что я вчера естественно выскочил, потому что, извините, или пять минут ждать, или вот за минуту тридцать он щелкнет туда. То есть, надо понимать, о чем идет речь. Я бы, конечно, хотел, чтобы все это вернулось. Конечно, вы не будете меня слушать, конечно, вы не будете понимать, о чем идет речь. Почему это дело не понимать? То есть, если бы мы сейчас чуть-чуть подальше вышли, то есть, мы сейчас зациклились на том, что количество танков, это не бесконечно, естественно. То бишь, вы поставили большое количество той техники, которая не существовала в природе. Ее просто не существовало в природе. Как техника, которая, как мерзкая и неизвестная техника, которая даже не существовала в природе своей, даже ни одного танка не было построено, может убить Т-62, и я что-то не въезжаю. А? Это уже отдельная тема, непонятная тема. Ну да ладно. Конечно, нам бы сейчас сильно-сильно хотелось, ну мы, дай бог, скоро это дело увидим, дай бог. Сейчас не сильно много леопардов придет туда, где они попробуют посоревноваться с нашими, с Т-72, Т-80, Т-90, Армата. Ну посмотрим. Через сколько ваши танки сгорят? Возможно, а, да, в скором событии туда летят эти, называется, колюсные танки во Франции. Посмотрим, через сколько они сгорят. Посмотрим, через сколько сгорят наши замечательные английские танки, которые туда тоже отправлены. Посмотрим. И будем надеяться, что в скором событии есть такая страна. Я вообще не понимаю, вот этих дивных специалистов, они с головой, что ли, они не дружат, да? Понимаете, не буду ничего думать, не буду ничего говорить вам, но не надо было будить зверя. Зверь наш, кстати, это у зверя не такое большое поколение, в смысле, это всего лишь 3% населения Земли живет в России. Возможно, это даже медведь, вам так нравится. А я бы не советовал вам зимой расковырять медведя, и чтобы он вышел. Уж лютые звери не получается, если честно. А если вы попробуете убить, не дай-то бог, ребенка белого медведя, я так понимаю, что самка просто вас растерзает в клочьях. То есть вы должны понять, через сколько времени. Там уже практически все отгрузилось, и сейчас я вам объясню, сколько у нас там в природе своей, это, грубо говоря, на сегодняшней 20. Здесь чуть-чуть немножко меньше, то есть надо понимать, да? Да, ну тут, грубо говоря, 10. То есть вот-вот она суть событий. То есть я вам просто реально показал количество людей, которые работают, и количество людей, которые меньше работают в интернете. Понимаете, о чем я объясняю? Вам бы нужно было об этом подумать и не забирать оплату рублей даже в условиях европейского пользования. То есть вы попали на деньги. Вы тупо дали деньги тем, кто хочет на этом деле много денег заработать. Потому что я не буду думать, что все это хорошо и красиво. Поверьте мне, если вы деньги отдали хотя бы допустим Магитогорд, тот же город по уровню коррупции из той же оперы, по уровню цен даже еще и выше, чем Москва, за исключением водички. Водичка там подороже, все остальное там дешевле. То есть неплохой такой городок. Ну и кстати, в принципе в этом городе количество тех, кто никогда не ворует, оно немножко чуть-чуть больше, чем в городе стремлящемся стать первым в области варья. Ну это я так, ради прикола. Я, конечно, ради прикола все это дело говорю, потому что по одной простой причине, если бы я этим делом занимался, Господь Бог не дал бы мне жизни, а Господь Бог дает мне эту жизнь, дает жизнь вам, дает жизнь тем, у кого реальные проблемы, потому что я это делаю бесплатно, а он мне дает, я делюсь с вами, потому что я в него верю, он для меня идеал, но не для всех он идеал, к сожалению.